друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамой и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребят огромное вам спасибо за вашу поддержку ну что мы с вами обсудим сегодняшний киношедевр о лёльке поберухи под названием выбора нет детей забрали и самой придется переехать к чужим людям ну понятное дело друзья мои зная поберуху зная так скажем на что она способна хотя вы знаете сразу забегая вперед хочу сказать что некоторые даже ее обожатели в комментариях не поддержали вот такого вот я бы сказала знаете хайпа и черного юмора да но сразу было понятно что лёлька конечно же речь ведет не про себя любимую и не про своих любимых горячо любимых отпрысков нет но вы знаете в начале ролика друзья мои глядя на счастливую морду лица поберухи которая шла да вот прям за эти улыбалась во все свои там сто зубов друзья мои да кто то скажет галя ты сделала ей великий комплимент ну да это шутка друзья мои так вот лёлька шла улыбалась была довольная знаете сияла светилась как медный таз обращалась к собачке ханни ну пока она еще любит пока та еще маленькая да и вы знаете кстати вот глядя на счастливую физиономию поберухи можно было бы друзья мои поверить в то что лёлька отдала своих детей куда-нибудь так скажем в другое место но опять же зная лёлькину великую наивеликую любовь к собственным детям да ну вот я опять же говорю друзья мои что кто то написал не смешно я здесь целиком и полностью согласна что не смешно и поберуха таким названием выбора нет детей забрали самой придется переехать к чужим людям да таким названием поберуха ведь пыталась пыталась привлечь внимание к своему ролику но она прекрасно понимает что у неё получится кто-то в это из лёльки на хомяков поверит но вы знаете кто-то там начал писать а что тут такого она имела ввиду косы так далее да ну а кто-то там написал как раз таки у лёльки под под роликом что мол ну ничего скоро и детей заберут с таким успехом правда кто-то написал что дети сами с ее дома свалит как можно быстрее в общем да опять же хочется сказать не буди лихо пока оно тихо всякое в жизни может быть да тем более у такой мамаши которая может себе позволить побросать своих детей и заниматься собой любимый ну что друзья мои прибавление в семействе нет пока не у поберухи ей вроде как еще рано прибавление в семействе окатились две козы и одна уже с большим таким приплодом отправилась уезжает как лёлька сказала на чужое хозяйство правда пока вот она рассказывала что вот там одна из коз значит окатилась да у нее получился большой такой приплод и говорит одна вот все таки один говорит козлик умер мы говорит утром нашли говорит мертвого козлика ребят я вы знаете конечно опять же далека от всего от этого да от хозяйства от огородов от всего вот этого так скажем да но вот насколько я понимаю насколько вот я была знакома там или знакома опять же да с людьми там какие-то там родственники друзья знакомые приятели да плюс там кто-то где-то там показывает как у них там значит хозяйство как все это там за заведено и так далее вот насколько я знаю что многие все-таки хозяева да которые держат хозяйство неважно там кур да коз коров и так далее они вот зная что у них вот-вот вроде как да да кто-то должен там да окатиться и так далее как то вот они стараются в этот момент присутствовать ну мало ли что да вот мало ли что может пойти что-то не так если я вот не права поправьте меня да опять же но вот я так понимаю что там конечно никто не следил за этим моментом да зная что вот коза должна окатиться и вот как она сказала утром мы пришли один козлик уже нашли его мол мертвым ну так получилось ну понятно что получиться может по-разному но вот мое мнение что вот в этом вся поберуха да точно так же когда она ну так ждет так ждет вот когда значит появится новое потомство там да у коровы и точно так же вот она приходит да то там значит уже без нее уже корова собственно произвела потомство да то сколько раз таких моментов было и поберуха говорила ой мы там ходили мы там следили мы там смотрели да помните как был последний раз а вот дочка Саша гуляла там с собачкой и вот проходила мимо а там уже бац а там уже допустим теленок благополучно лежит но вот насколько опять же я слышала от многих людей читала комментарии которые пишут у меня под обзорами люди говорят что мы мы вообще сидели ждали в ожидании дежурили постоянно там кто-то дежурил там муж жена там дети и так далее а мало ли что-то нужна будет какая-то нужно будет оказать какую-то помощь но опять же в очередной раз лёлька этими моментами да показывают что как раз таки ей всегда все фиолетово ей все абсолютно до фени что дети что хозяйство ну опять же да святое это только поберуха сама деньги ну и конечно же обязательно друзья мои мужики без этого как говорится никак далее далее что там еще показывала значит свой козовник все показала все значит рассказала и вы знаете когда она начала показывать свой козовник показывать сколько там у нее коз окатилась сколько там беременных туда-сюда мне стало смешно я вспомнила комментарий где вот лёльке не так давно написали господи у этой бабы которая вечно сама рожает даже козы постоянно беременные ну и что затем лёлька решила все-таки объясниться по какой причине она распродает свое хозяйство она говорит я сейчас решила сделать а больший упор все-таки на коров поэтому говорит избавляемся от коз но по берухе все все как всегда она говорит да у меня вот горит кто-то скажет что вот у тебя же есть и помощники у тебя вот есть и муж да но еще вроде как не расписались а уже муж она говорит но вы понимаете у меня все равно не хватает сил абсолютно на все расставаться конечно мол с козами мне очень тяжело я говорит всех очень сильно люблю ну да лёлька любит всех друзья мои исключительно только на словах а вообще конечно если вот так вот посчитать какое количество даже взрослого да так скажем народа проживает в лёлькином доме там тоже поберуха да тот же ее жених там гриша не гриша понятия не имеют тот же федя да тот же доер как говорится и все остальные то собственно я если честно все равно не понимаю по какой причине они не в состоянии опять же заниматься хозяйством моей по в моем понимании причина только одна нежелание работать нежелание что-то делать да они действительно себя возомнили эдакими борчуками которые хотят сидеть и ждать просто тупо прибыли ну а все остальные пусть как говорится на их хотелки отправляют денежки далее далее лёлька говорит распродаемся полностью мол все хорошо все прекрасно показывает как не приехала машина забирать как раз таки значит козу с приплодом со всем остальным все это показывает а прицепилась там какому-то там то ли мужчина то ли молодой человек какой-то был вроде такой не 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 высокого роста она говорит это вы меня меня говорит хотели увидеть он ей говорит ну да она говорит ой а давайте говорит с вами обнимемся ребята представляете да вот что это за дебильная какая-то привычка причем сама же рассказывает о том что ой я вот когда приезжаю в москву меня все хотят постоянно обнять расцеловать да все прямо ко мне лезут все прямо пытаются меня там вот прям при обнять и так далее а друзья мои когда она сняла вот этот весь момент она сама полезла на шею к этому молодому человек а вы меня говорит хотели говорит увидеть он да она говорит давай давайте я вас сейчас обниму вот скажите пожалуйста к чему вот эти вот обнимашки с абсолютно посторонними людьми да вот она говорит посмотрите какие уникальные у меня зрители ребят мне в этот момент стало смешно но в любом случае да твои зрители это опять же да то есть есть такие люди которые тебе допустим кто-то ближе кто-то менее близок да но это же не повод постороннему человеку вешаться сразу же на шею то есть вообще какая-то ненормальная но эти это болезнь на кого как говорится залезть и мне в конце ролика очень понравилось в кавычках когда лёлька сказала о том что ну что проекты да да готовимся говорит к новым олиным проектом представляете я так понимаю это было сказано конечно же естественно в адрес о лёлькиных ведроголовых хомяков мульти по не расслабляем булки готовимся как раз таки к моим новым проектом да правильно а чё бы и нет друзья мои да а может собственно себе позволить посмотрите какая молодец да бац как говорится и все захотела расстаться с козами рассталась продала отдала и так далее да делаем упор на коров через месяц очередной бзик бац делаем упор там на коз через еще один месяц делаем упор как говорится на поросят да а вы только ведроголовые хомячки давайте оле денюжки а оля уже будет будет уже сама там вот эти проекты и хотелки свои выполнять опять же за чужой счет да друзья мои вот такой вот собственно у меня получился обзор на сегодняшний ролик лёльки поберухи который только-только что вышел на большие малые экраны друзья мои вот такой мне получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч